Послание к Ефесянам, святого апостола Павла. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Предстоя Богу в молитве, будь как столб непоколебим против всех прилогов о заботах житейских. Если желаешь представить Богу чистое сердце в молитве, блюди без гневи, воздержания и чистоту тела, ибо без сего не созиждешь чистого сердца. Желающий представить Богу ум чистым и не удаляющийся от забот житейских, подобен тому, кто, связав себе крепко ноги, покушается идти проворно. В молитве не многословь, ибо мытарь одним словом умилостивил Бога. Не мудрствуй в молитве, ибо Отец охотно слушает и немодствование детей своих. Ревнуя всякой добродетели, апачи о молитве. Предстоя же Богу на молитве, отсекая чуждые помыслы. Блажен, кто предстоит Господу в молитве, как раб Господину. Каждый из нас под епитимьями. Простим, да простится и нам. Оставим, да оставится и нам. Первая мудрость — есть правая жизнь, а вторая мудрость — подвиг об очищении сердца от страстей и помыслов. Не должны христианину ни лгать, ни осуждать, ни гневаться, ни смеяться, ни даже сидеть смеющимися. Не должно празнословить, говорить, что неполезны, сластолюбствовать, роптать в тесноте жизни, быть дерзостным в ответах и в обращении, рассеиваться очами, тщеславиться одеждами, искать чести, упорствовать в непокорливости, попускать зайти солнцу во гневе. Послушный сохраняет море жизни тихим и безмятежным. Преслушание — причина смерти, а послушание — источник жизни. Обижен ты кем или обесчащен — не негодуй, ибо и владыка наш Христос Бог ради тебя понес тягчайшее поношение и даже крест, чтобы тебя научить терпению. Кто услаждает тело, тот убивает душу, а пекущийся от души презирает тело и истощает плоть ради ожидаемой радости. Приятно настоящее, но оно и есть прелестный сон в сравнении с будущим. Господь сказал, аще обратиться беззаконник от пути своего, лукавого, не помяну грехов его. Только выжелаю врачеваться, а врач близ и ничего не ищет, кроме спасения твоего. Нечего тебе подать милостыни, не находишь сокрушения и плача, не имеешь сил поститься и другое что делать, удержи язык твой от зла и усне твое, еженеглаголы те льсти, и довлеет тебе. Непоколебимое основание добродетели составляет ревность о ней и любовь к ней. Непрестанная молитва, хранение ума в трезвенном и благоговейном обращении к Богу и твердое на него упование во всех обстоятельствах жизни. Оставив плотское родство и соделавшись странниками ради Бога, не допускай в мысли воспоминания об отце или матери, жене или детях, братьях или сестрах, но пребывай в памяти смертной, ибо в час смерти никто из них не может помочь тебе. Стоя на молитве, внимай себя с тщанием и не расслабляйся умом, иначе будешь одно петь языком, а о другом помышлять в сердце. Смотри, не твори воли плоти своей, но всяким хранением блюди сердце и не встретишь трудности в исполнении заповеди. Смотри за собою, храни ум свой, удаляйся от обычаев мира и всех забот его, если хочешь устоять на пути правом. Откажись от разнообразия яств, тонких одеяний, долгого сна, не позволяй себе безумного смеха, скорой походки, непристойных бесед. Будь чужд гневливости, зависти, вражды, и не попускай живописаться в мысли твоей ни одной земной вещи, если желаешь угодить Богу. Частые молитвы и воздержания избавляют от всего злодейства и козней демонских. Воздержание истощает тело и морит гладом демонов, ибо сласти – суть пища демонов. Не бойся меча, мора, болезни и смерти, но бойся греха, ибо ничто из того не может вредить тебе, если нет на тебе греха. Адам был в раю и пал, Иов на гнойще и увенчался. Научимся всю надежду свою возлагать на Бога и не вожделевать ничего мирского. Возлюбим заповеди, паче же страх Божий, ибо Он один научит нас всему. Облекись, как в броню, в произвольную нищету, алчбу, жажду, наготу, спание на голой земле, бдение, и стрелы лукавого не пронзят тебя. Бегай шума мирского, люби безмолвие, восприми кротость и терпение, умири нечистые помыслы, очисти душу и сердце, и воспримешь глубоко в сердце словеса божественных писаний, коей суть – духовная пища. Как нет пользы сеять на заросшем месте, ибо там дикие травы заглушают пшеницу, так не пользуют души и словеса писаний, если она скрывает в себе дикие корни похотей и помыслов страстных. Хочешь ли заградить все входы смерти греховной? Убегай блуда, оскверняющего душу и плоть, удаляйся гнева, омрачающего очи сердечные, удаляйся любостяжание, еже есть идол служения, удаляйся гордыни, низвергающей с неба. Восприми бденную молитву, всестороннее воздержание, неропотное терпение, всегдашнее трезвение, если желаешь быть истинным сыном света. Внимай себя с отчанием, не скучай и не унывай в деле Божьем, ибо иначе придет враг и похитит из сердца спасительное семя Слова Божия. Мужайся и крепись, и обучай все чувства свои к действованию по заповедям Божьим. Очи свои удерживай от нечистых воззрений, уши от суетного слушания, обоняния от разнеживающих и похотных благовоний, уста освети словословием, руки воздаянием на молитву, ноги течением на добро, и возвратишь себе первую доброту. Усердно унимай чтению Божественных Писаний, ибо там ты найдешь всякие образцы подвижничества и святости. Соделай сердце свое сокрушенным, смиренным и тепло благоговейным, возлюби тихое безмолвие, радостное послушание, полное воздержание, святое целомудрие, и обретешь благодать и милость в день суда праведного. Желающий угодить Богу и точно исполнить заповедь ее, не празнословит, не рассеивается, не осуждает, не оскорбляет, ни во что не вмешивается, от всех воздерживается, и пач всего любит безмолвное Богу предстояние. Вера, любовь, воздержание, терпение, смиренно мудрие, благодушие, чистота, честнее всякого злата и камней дорогих. Бои срастлить храм Божий похотими и похотными помыслами и оскорбить Духа Божия, живущего в тебе, и святых ангелов, хранящих нас день и ночь, и невидимо отгоняющих злых демонов. Если не отступит от нас страх Божий, то никакая страсть не победит нас. Со страхом и трепетом должно соделывать свое спасение неленностно. Блажен человек, соблюдающий заповеди Божии, и день и ночь, прилежащий молитве и по учению в Божественных Писаниях, ибо написано, блажен и же в законе Господней поучиться день и ночь. Кто мудр, да начнет духовный торг, где зла-то воздержание, маргариты — слезы, камни — добрые дела, сребро — чистота, светлые одежды — благие нравы, ароматы — словеса Господни, великолепие красоты, смирение. Умрем миру, чтобы пожить Богу, умертвим мудрование плоти, чтобы оживить мудрование духа. Где есть усердие и ревность, там не замечают препятствий. Ревнуй, ибо кто не бежит на поприще, тот не получит залога, приза. Всегда и во всем нужна трезвенная мысль, ибо всюду примешивается зло. Как невнимательный от всего получает вред, так трезвенный и бодренный от всего собирает пользу. Как в музыкальном инструменте настраивают все струны, чтобы петь хорошо, так и нам заповедано всеми членами хвалить Господа — языком, слухом, мыслью, сердцем, как и Павел Апостол учит. Представьте, удой вашу жертву живу, святу, благоугодну Богове, словесные служения ваши. Глаз хвалит Бога, когда не смотрит, не целомудренно, язык, когда поет, слух, когда не принимает срамных песней и осудительных речей, мысль, когда не сплетает коварства, сердце, когда отревает страстные помыслы. Таким образом, весь человек становится стройным органом, издающим усладительное духовное пение. Когда меркнет свет зрения, все тело становится неспособным к работам, так и когда ум омрачится, душа делается неспособную ни к какому добру. Тело питается хлебом, а душа — словом Божьим. Не приноси жертвы похоти, плоти, гневу, любостяжанию и гордости, иначе ничем не будешь разниться от идола поклонников. Подвязающийся, всякую минуту должен напряженно внимать совести своей, чтобы не оскорбить ее слухом, языком, зрением, обонянием, вкусом и осязанием, ибо подвязаясь от всех воздержиться. Когда сила от Бога и ревность от нас сочетаются тесным союзом, тогда нет более препятствий ко спасению. Надлежит нам всегда прибегать к чтению и поучению в божественных писаниях, гнев ли смутит сердце, или похоть разжет плоть, или нападут злые помыслы, или другое, что встретит душа вредная. Читающего божественные писания и поучающегося в них день и ночь, пророк сравнивает с древом, насажденным при исходящих вод, ибо и душа, насажденная при водах божественных писаний, напояясь ими, расцветает и богатеет духовными плодами. И, собирая в себе росу Всесвятого Духа, погашает огни внешних бед и внутренних страстей. Хорошо управляй зрением, слухом и языком, чтобы не низвратила тебя буря гнева. Не надейся на одни молитвы других, но приложи свою, добродетель, с чистой совестью. Великую силу имеют молитвы святых, но только когда и сами мы часто и усердно молимся. Не столько гневается Бог на согрешившего, сколько на того, кто по согрешении не прибегает к покаянию и не хочет исправиться. Есть ли разум у того, кто тело заботливо украшает, а душу оставляет влаяться в тени нечистых страстей и растлевает храм Божий, не помышляя о приговоре, и же храм Божий растлит, растлит сего Бог. Слез достоин тот, кто ууды Христовы соделывает гробом нечистоты исполненным. Как можешь петь, да исправится молитва моя, я кукодила пред тобою, когда из тебя выходит смрадный дым страстей и страстных полныслов? Несть наша брань к плоти и крови, но к духовом злобы поднебесном. Потому мы соединяем молитвы свои с знаменем всесильного креста, чтобы дать молитвам нашим свободный восход на небеса. В молитвословии не должно ограничиваться только читанием или пением, но паче заботиться о благонастроенном устремлении души к Богу со вниманием ума и горячностью сердца. Моисей и молча молился, но был услышан. Когда томит тебя какое-либо вожделение плотское, призри его и скажи душе своей, тем ли тяготишься, что я лишаю тебя удовольствия? Наутеешься? Ибо тем я доставлю тебе небо и всерадостное благо его. Потерпи немного и узришь плот. Запорошенным глазом нельзя видеть красоту мира видимого и умом, уязвленным страстьми, красоты небес. Краткое время будем трезвиться и бодрствовать и возревнуем о всяком благом деле. Слушаем ли Писание, молимся ли, или другой, какой проходим подвиг. Будем совершать то усердно, со страхом, трепетом и слезами, да не подпадем к клятве, изреченной на творящих дело Божие, с небрежением. Когда совершаешь бдение, моляся, не смотри на притрудность бдения, но помышляй о пользе от него для души, как и воины, не смотрят на раны, а на трофеи. Встань в глубокую ночь и в глубоком безмолвии дерзновенно беседуй со владыкой всех. Сладок сон, но нет ничего слаще дерзновенной молитвы. Наедине беседуя к владыке своему, когда ничто не развлекает ума, ты скоро преклонишь его на прошение свое. Напишем в пространстве сердца нашего деяния и словеса святых. Как желающие украсить дом свой расписывают его повсюду изящнейшей живописью, так и мы нарисуем на стенах ума своего завещания и нравы святых. Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не только криво, но и прямоходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит. Не тот блажен, кто начал благое житие, но кто пребудет в нем до конца. Подражающий добрым и ревностным будет им сонаследником Царствия Небесного, а подражающий нерадивым и презрителем закона вместе с ними осудится на мучении. Садясь за чтение Божественного Писания, прежде призови Господа, да отверзит очи сердца твоего, чтобы не только уразуметь написанное, но и исполнить то, ибо читающий и не творящий есть презритель Божественного Писания. Творящий блуд или другой, какой плотской грех, стыдится сам себя и скоро приходит в покаяние. Но злопамятный, ест ли, ходит ли, сидит ли, всегда носит зло в сердце своем. Молитва его будет во грех, и все труды его ни во что. Хотя бы он кровь пролил за Христа, его мученичество, жертва и молитва не будут приняты. Совершенно никем и никогда не оскорбляться, свойственно одним ангелам, но немного смущаться и потом вскоре умиротворяться, свойственно людям, искренне любящим Господа. Если хочешь в теле, подобно бестелесным, служить Богу, молись сокровенно в сердце своем, и молитва твоя будет подобна молитве ангела. Не то беда, если входят помыслы, но то, если не так, как должно, действует в отношении к ним, ибо от помыслов клятва, от помыслов и венец. Демон уныния мешает человеку во всяком благом деле, не попуская довести его до конца. Как только начнет он доброе дело, особенно молитвы и псалмопения, враг тотчас наводит на него леность, уныние и дремоту. Пяти ради причин душа отстает от грехов. Или из страха человеческого, или из страха будущего мучения, или ради воздаяния в будущем веке, или по любви к Богу, или по природной движению. Если желаешь найти путь, ведущий в живот, взыщи того, кто сказал, ас есть путь и истина и живот, взыщи его усердно и притрудно. Если не вожжешь огня, не будет гореть в пищи, если не подложишь дров, не усилишь более пламени, если не будешь засматриваться на красивые лица жен, не нарушится чистота мысли твоей, и если не разблажишь плоти слостьми и не разгорячишься вином, навеянный помысел не установится в тебе. Можно и воздержанием избежать огня похоти, но к умеренному посту и строгой диете должна приложить непрестанную молитву. Советы святых мужей паче же всего страх Божий, страх суда и мук, и чаяния благих обетований. Сим-сим ты легко обуздаешь неистовую похоть и утишишь волнующиеся море страстей. Причастившийся ведения святых и вкусивший сладости Божии не должен допускать, чтобы кто скорбел на него или сам он скорбел на кого, ибо то и другое охлаждает дух. Для чего Бог попустил дьяволу искушать нас? Для того, чтобы, опасаясь и ожидая брань его, мы непрестанно бодрствовали, трезвились и, одерживая победу, умножали венцы. От скрытых в душе предрасположений демоны берут повод возбуждать в нас страстные помыслы, чтобы через них увлечь сердце на усложжение грехом. Преклонив нам мысленный грех. Они, как связанного, влекут его потом и к делу. Так, опустошив душу через помыслы, они удаляются, оставляя в уме одного идола греха. Привычка к худым беседам есть путь и к худым делам. Блюди же, чтобы через сладкие слова не провезть в душу едотворной горечи греха. Бегай, как огня книг, исполненных лжи и похотных изображений, чтобы не отогнать Духа Божия, живущего в тебе. Как вода погашает огонь, так чистое покаяние погашает гнев. Будем питать душу духовными созерцаниями, от от которых мир и радование небесные, а не мирскими видами, от которых горечь и смятение. Когда читаешь, читай соусердием и не ищи многих слов, ибо и одно слово может возбудить ко спасению. Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 46-52 Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, в Артимии сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Матфей говорит о двух слепцах, и, может быть, два были исцелены, но, вероятно, один из них более обратил на себя внимание, тот, о котором упоминает теперь Марк. Но посмотри, как народ чтит Иисуса, даже запрещает слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь, а спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за ним. А иносказательно можно разуметь это так. Иерихон означает низменное место, мир. Слепой, сидящий здесь, есть образ человеческого естества, которое некогда, усыновлено было Богу превыше всякой почести земной. Оно и взывало ко Христу, проходящему через Иерихон, то есть мир сей. А Христос помиловал его и спас по вере его, когда оно совлекло с себя ветхую одежду греха. По получению же спасения оно последовало за ним, Христом, исполняя заповеди на своем пути, то есть в жизни не сей, ибо только всей жизни можно последовать Христу, а после нее уже затворяются двери спасения, и уже не будет времени к исполнению заповедей Божьих. И приходящую оттуда Иисусове, по нем и доста два слепца, зовуща и глаголюща, помилуй ны, сыне Давидов. И пришедшу ему в дом, приступиста к нему слепца и глагола има Иисус, веру это ли, яко могу сие сотворите, глаголосто ему ей, Господи, тогда прикоснуся очию их, глаголя повериваю у дивама, и отверзостося очи има. Глава девятая, стихи с двадцать седьмого по тридцатый. Для чего Христос заставляет идти слепых за собою и просить о помиловании? Для того, чтобы и в этом случае научить нас убегать людской славы. Так как дом находился поблизости, то он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении. Немало также обличает это и иудеев, когда слепые, будучи лишены зрения, приемлют веру по одному слуху между тем, как иудеи видят чудеса и уверяясь в действительности их собственными глазами, поступают совершенно иначе. Заметь и усердие слепых, о котором можно судить по их крику и молению. Они не просто приступили, но взывали громким голосом, ничего больше не говоря, кроме помилуй ны. Сыном же Давидовым называли потому, что это казалось им почетным наименованием. Частые пророки так называли царей, которых хотели почтить и возвеличить. Книга пророка Иезекиля, глава 34, стих 23, книга пророка Захарии, глава 12, стих Восьмой. Приветше слепых в дом, Христос еще спрашивает. Он большую частью исцелял только по просьбе, чтобы не подумали, что он из честолюбия сам ищет случаев творить такие чудеса, а равно чтобы показать, что исцеляемые им были достойны исцеления, и чтобы не сказали, что если он исцелял по одному милосердию, то надлежало бы всем исцелиться. Ведь и самое человеколюбие соразмеряется несколько с верою исцеляемых. Но не по этим только причинам Христос требует от них веры. Так как они называли его сыном Давидовым, то возводя их к высшему понятию и научая как должны разуметь о нем, он и спрашивает «Веру это ли? Яко могу сие сотворить?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 28. «Не сказал, веруете ли, что я могу умолить отца моего, могу и спросить у него, но сказал, веруете ли, что я могу это сделать?» «Что же они?» «Ей, Господи!» Уже называют его не сыном Давидовым, но парят мыслью выше и исповедуют его владычество. А тогда уже и сам он, возлагая руку, говорит «Повериваю, буди вама». Делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем исцелении, а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он не сказал «Да отверзутся очи ваши», но говорит «Повериваю, буди вама». То же самое он говорит и многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить сердечную их веру, а через сто и исцеленных сделать более опытными и в других возбудить большую ревность к добру. Так он поступает и с расслабленным. Прежде нежели возвратил крепость телу, поставляет расслабленную его душу, говоря «Дерзай, чадо! Отпущаются греси твои» Евангелие от Матфея глава 9 стих 2. «Также воскресивши девицу, взял ее за руку и повелев ей есть» Евангелие от Марка глава 5 стихи 41 и 43, Евангелие от Луки глава 8 стихи 54 и 56 научил ее познать своего благодетеля. Подобным образом поступил и сотникам, все приписав вере его» Евангелие от Матфея глава 8 стих 13 «Равно и при избавлении учеников от бури морской сперва избавил их от маловерия» Евангелие от Матфея глава 8 стих 21 Так и здесь «Хотя он знал тайные их мысли прежде, чем они их высказали, но чтобы и в других возбудить такую же ревность, открывает их и другим совершением исцеления, обнаруживая сокровенную их веру. Потом по исцелении Христос повелевает им никому об этом не сказывать и не просто повелевает, но со всею строгостью. «Запрети има», говорится Иисус глаголя, «блюди-то, да никто же увесть, она же исшедша прослависто его по всей земли той» Евангелие от Матфея глава 9 стихи 30 и 31 Впрочем, они не удержались, но стали проповедовать и благовествовать, не удержались, несмотря на повеление молчать о происшедшем. Если Христос в другом случае говорит «иди и проповедуй славу Божию», то это не противоречит сказанному в настоящем случае, но вполне с ним согласно. Христос научает нас не только ничего не говорить о себе, но удерживать и тех, которые захотят хвалить нас, но если слава воздается Богу, то мы должны не только не препятствовать, но даже побуждать к тому. хвалу.